И добрались даже до гражданского общества. И выяснили, что так красиво раскрашенное оно изначально понималось просто как способ производства. Это устояв эти понятия до сегодняшнего времени, способ производства. И оно гражданское в том смысле, что мы не берем надстройку, а берем ее экономическое содержание. А экономическое содержание – это экономический базис и производительные силы, и единство производительных сил и производственных отношений. И вот в таком виде это дождественно гражданскому обществу в том понимании, которое было раньше. Хотя вы, наверное, знаете, литература современная трактует эту категорию совершенно по-разному, и есть много всяких разных других значений. Ну и надо в каждом конкретном случае тогда выяснять, а что хорошего люди сюда привнесли, или что хотят сказать. Может быть, что-нибудь там есть и хорошее. Честно говоря, я уже говорил, честно говоря, скорее всего, всегда что-то имеет светлое какое-то будущее, и это светлое будущее рисует под названием гражданское общество. Вот, собственно, и все. Но если вы что-то найдете еще лучшее и больше и интереснее, то, как говорится, нам это не помешает, и это тоже использовать, хотя изначальное значение этого вопроса мы знаем. Так. Так, у нас начался новый раздел «Производство сознания». Это интересное такое название «Производство сознания», как будто есть фабрика, которая производит сознание. Вас это не должно пугать, потому что у нас, например, сейчас в Ленинграде пишут объявление «Фабрика документов». И кажется, что у нас прямо индустриальная революция, оказывается, это там бумаги. Или пишут, что у нас дело производства. А что такое дело производства? Это писание бумаг. Или. Вот недавно я на Белостровской улице поднимаю глаза и вижу, написано, там, где раньше было предприятие, которое выпускало станки, завод Ильич, который выпускало токарные станки. Очень хорошее предприятие. Его, конечно, уже нет. И вдруг, смотрю, с золотом написано «Ильич» на пятом этаже. Думаю, надо же. Неужели завод его зародили? Нет, это бизнес-центр «Ильич». Вот. Поэтому слово «производство», конечно, может пониматься не только в смысле материального производства, но и в смысле производства духовного. Можно сказать, что все что-то, чего-то производят. Правильно? Не бывает такого, чтобы кто-то чего-то не производил. Поэтому, в принципе, можно говорить о духовном производстве. Где сказать, вот я пишу статью. Вот у меня как бы и средства духовного производства. А могу и настучать на клавишах. Это тогда будет тоже средство духовного производства. И как бы попытаться все те категории, которые относились к материальному производству, сюда перетащить. И вот сказать, что я тут производительная сила. Ну, это, так сказать, то самое расширение, которое на самом деле ничего особенного не приносит. Почему? Вот скажите, пожалуйста, если у вас есть 2 плюс 3, это одно значение, и 5. Вот где больше информации содержится? 2 плюс 3, конечно. Поэтому, вот когда мы все сливаем, все соединяем, и все говорим, вот это труд, это все называем трудом. Теперь производство, все называем производством. Мы тут ничего не выиграем, потому что для того, чтобы определить, нужно что-то отрицать. И как из этого выходят ученые? Вот я должен, естественно, как вам и обещал, обращаясь к этим категориям, опираться и на другие работы, в которых это используется. Например, у Маркса в «Капитале» в третьем томе специально разрабатывается вопрос о материально-производительном труде и о производительном труде вообще. И он различает там следующие понятия. Как? Труд производительный в смысле Адама Смита, в смысле определения, которое давал Адам Смит. Это труд, непосредственным результатом которого является материальное благо. В этом смысле труд с фармацевта производительный, врача не производительный, потому что он направлен на человека непосредственно. Хотя, говорит, это выглядит довольно странным образом, почему вот один, который занимается вроде производством таблеток, его труд производительный, а каким более важным делом занимается, непроизводительным. Потому что, ну вот с точки зрения этой определяющей роли производства, понятно, что нужно выделять тот труд, который создает непосредственно материальные блага, поскольку от них зависит все остальное. Правильно? Дальше. Труд производительный в том смысле, что он создает стоимость. Тогда сужается круг. Потому что не все производство материальных благ является товарным производством. Правильно? То есть может быть производство в личном подсобном хозяйстве, патриархальное производство, производятся продукты, это материальные блага, это огурцы, это помидоры, это картошка, капуста и так далее. Они в продажу не идут, не являются товарами. И в смысле производства стоимости, это труд с точки зрения товарного хозяйства, непроизводительным. Потому что каково хозяйство, такое и определение. Если у вас хозяйство товарное, то все, что не товарное, это не производить. Сузили. Теперь из всего товарного хозяйства выделяется такое производство, которое является производством прибавочной стоимости. Не просто стоимость, это любой мелкий буржуа производит стоимость, а прибавочную стоимость производит уже капиталистическое производство. Правильно? Производство капитала. Еще сужается. Производство, труд. Труд всегда является производительным, когда он производит прибавочную стоимость. Еще уже получается определение. И, наконец, труд, приносящий прибавочную стоимость. Вот тут сразу идет гигантское расширение этого определения на все виды труда, с помощью которых прибавочную стоимость можно к себе перетянуть. Вот, говорит, есть певичка, есть антрепренер. Певичка поет, антрепренер это организовывает. И вот, так сказать, мы видим, что эти граждане присваивают часть прибавочной стоимости. Она перетекает. Каким образом? Во-первых, часть стоимости прибавочной перетекает, поскольку капиталисты затрачивают свои средства, идут на эти концерты, платят свои деньги и так далее. Во-вторых, часть рабочих, которые создают эту прибавочную стоимость, ну, они часть своей зарплаты тратят, если они покупают билеты и идут на эти самые концерты. Итого, значит, суммируется. Этот труд приносит очень часто больше стоимости, чем то, что приносит непосредственно материально-производительный труд. Иногда даже больше, чем то, что приносит промышленному капиталисту. Я вот вам уже приводил пример. Вы можете пойти прогуляться, выйти в Тарховке и пойти прогуляться по Советскому проспекту. В самом начале два дома певца Кобзона, огромных. Каждый из них вполне может рассматриваться как дом культуры. Один может рассматриваться как большой пионерлагерь, а другой как дом культуры. Вот, так сказать. Вам песня строить, нам жить помогает. Певец он хороший, мне нравится. Но я просто констатирую сам факт. Например, я был в Москве на Рублевке, которую я бы назвал Долларовкой, судя по тому, кто там селится. Вот, что касается самой дороги, это Рублевка. Я не знаю, видели ли вы, нет, это ужасно. Такая-то кривая такая. Но говорят, с точки зрения ФСБ это хорошо. Почему? Ну, если она кривая, то не простреливается так вот, по прямой. То есть, там стоят двойные заборы пятиметровые. Один забор, потом второй. Наверное, между ними кто-нибудь бегает. Но я туда не залезал на всякий случай. Приглашали меня туда на встречу к одному споставленному очень человеку, у которого был концерт. Две виланчелистки из оркестра Спивакова играли. А все сидели с бокалами вина, так слушали. А они вот тут ручные как бы вот здесь играли. Наверное, им заплатили немаленькие деньги. Но, в общем-то, грустная была такая картина, что, так сказать, эти люди, они так вот в таком положении. Не в таком положении, когда артистам рукоплескают, а вот они тут прилагательные к этому вечеру, который организовал уважаемый другой человек. Ничего плохого про него сказать не могу. Ну, вот я заодно видел там дворец Галкина и Пугачёвой с большой башней и так далее. Ну, что вполне подтверждает вот то, о чём говорит Маркс там в третьем томе «Капитала», что одно дело производство прибавочной стоимости, а другое дело её принесение. Вот труд производительный, в смысле того, что приносит прибавочную стоимость, всё может быть таким трудом. Правильно? Всё. Что у нас теперь, скажите, какой труд у нас не покупается? И даже не труд у нас покупается. Всё что угодно. И это характерно для буржуазного общества. Почему? Потому что оно, так сказать, буржуазное общество – это товарное хозяйство, это скопище товаров. Поэтому всё, что может принести стоимость, так сказать, любой труд, друг обращается и всё. Вот это некое, так сказать, введение к вопросу о производстве сознания. А чем озабочены Маркс и Энгельс, когда они пишут вот этот раздел о производстве сознания, они озабочены вообще тем же самым. Откуда это вот возникает в сознании? То есть, если мы говорим об отдельном человеке, как о субъекте, то сознание человека – это отражение мира в его голове. Правильно? То есть, материя первична, сознание вторична. Когда мы говорим об обществе, здесь картина немножко по-другому ставится. Первична не некая материя, так сказать, сам человек, а первична – материальное производство. Сознание общественное вторично. Не в том примитивном смысле, что прямо вот сознание – это буквальное выражение того, что происходит в производстве. Нет. Это значит, что всякие изменения в производстве побуждают изменять и общественное сознание. Скажем, разные эпохи рождают в материальном производстве, они рождают разные формы общества, разные общественно-экономические формации, и поэтому господствует уже идеология какого класса? Такого класса, который господствует где? В материальном производстве. Что значит господствует? Это вовсе не означает, что вот в сознании общества только одна идея проявляет себя. Господствует – это значит, что она просто ведущая, главная, широко распространенная, а противоположная. Класс представляет свои идеи в обществе? Да, представляет. Скажем, если мы возьмем современное общество российское, представлены здесь позиции буржуазии? Конечно, представлены, поскольку правящий класс у нас в буржуазии, и справящие партии, можно сказать, мы лишь одна трехглавая партия, допустим, Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Вот они вполне справляются с ролью такой трехглавой партии, поэтому, скажем, если в Соединенных Штатах Америки вам надоело голосовать за республиканцев, ну, голосуйте за демократов. А вам надоело за демократов? Голосуйте за республиканцев. Демократы у нас в Палате представителей представлены в большем количестве, а среди сенаторов во Второй Палате, да, в Конгрессе, там представлены больше республиканцы. А в целом класс буржуазии успешно управляет обществом американским вполне. Так что, ну, означает ли это, что в американском обществе нет другой идеологии? Вот сюда приезжал один борец без правил. Что-то я запамятил его фамилию, к сожалению. Джек Монсон, да. Джек Монсон, помните, там это была интересная картина, когда он приехал, и там каждый выступал под свою музыку, которую он, так сказать, задал. Ну, вот этот Джек Монсон задал Гимн Советского Союза. Гимн Советского Союза. Ему противостоял у нас более молодой партнер, очень хороший, долговый такой борец. И вот выходит этот самый Монсон, начинает играть в Гимн Советского Союза. Все встают, там Путин присутствовал, все тоже встали. Тот, кто вел, ведущий, он. Говорит, ну что, это было крупное государство, понятно, что все к нему относятся с уважением. Надо объяснять это дело. Все стоят, и пока игрался этот самый Гимн, исполнялся, все стояли. Значит, пересматривали, Валуев стоял так, тоже посмотрел, там Путин выхмырялся. И вот в это время он разминался, там, одевался, а потом началась борьба. И тут наш молодой его, конечно, скрутил, а он известен тем, у него на каждой, значит, ноге там и серп и молот, и звезда, и что там такое не разрисовано у него было. И он известен был тем, что он какой-то краской испачкал Белый дом, так сказать, он анархический коммунист, или коммунистический анархист, американский. И вот, так сказать, две минуты борьба продолжалась. Сначала он вроде как в портере, там его тот наш скрутил. Потом, значит, раз-раз-раз-раз-раз-раз, здоровый этот Монсон. Болевой прием и закончился. Опять исполняют Гимн Советского Союза, опять все остаются. Ну, исполняют то, что тот заказал. Довольно была смешная сцена. То есть, это в Америке. Но у нас, естественно, у нас представлены взгляды, мелкобуржуазные представлены. Например, КПРФ, она из-за рабочих, она из-за мелкобуржуазию. За мелкий бизнес поступает же. Или, допустим, у нас вот Дмитрий Анатольевич, он все время боится. Как бы мелкий бизнес не притесняли. Вот не надо кошмарить бизнес, правда? Вот, не надо проверять. Лучше не проверять. А то вот начнут проверять, как изготавливать то, что вы едите. Чего такое найдут. Лучше не проверять. И не кошмарят сейчас. Сейчас особенно не кошмарят. То есть, теперь известно, когда проверка будет. Вы к проверке подготовитесь. Ну, если я буду проверять, то, наверное, стол-то накройте. Ну, как? А как еще проверять? Ну, понятно, что надо прилично встретиться. Вы же хотите результаты хорошие? То есть, конечно, довольно странные проверки, так сказать, как-то странно, они не совпадают с обычным, так сказать, пониманием проверок, что проверка, ну, если вы всегда хорошо занимаетесь, так сказать, но к вам пришли сейчас, заходите, пожалуйста, вот мы проверим. Или у нас вот записывается, кто хочет проверить, очень просто. Заходи на сайт, на канал Фонда Робочей Академии в Ютьюбе, и ты увидишь, так сказать, как люди занимаются, что-то проверять. Все прозрачное и понятно. Хоть внезапно, хоть не внезапно, тут у нас все открыто, у нас гласность и так далее. Красота. Поэтому сама мысль, так сказать, что-то тут докапываться, как может прийти. А есть такие организации, которые докапываются. Как только вы сделаете что-нибудь секретное, то начнут докапываться. Что у вас там засекречено? А как только вы сделаете все открыто, ничего докапываться, никто к вам не будет приставать. Так что есть разные формы работы. Короче говоря, у нас представлены мелкобуржуазные взгляды? Представлены. Так, марксистские взгляды представлены, там идеология рабочего класса представлена. Публикуются? Публикуются. Форумы проводятся марксистские? Пожалуйста, проводите. Печатаются? Пожалуйста, печатаются. Те же разные. Поэтому тезису о том, что господство буржуазной идеологии, вполне все отвечает. Вы можете говорить все, что угодно, но слышно будет не вас, а те, у кого имеется средство для того, чтобы обеспечить миллионную, многомиллионную аудиторию, аудиторию в сотни миллионов. А раз, если у меня имеется средство обеспечить распространение своих взглядов в миллионах экземпляров, ну, мне совершенно не важно, с чем вы там выступаете, с чем. Да говорите, что хотите. Вот говорите про меня, все плохое. Это никто не услышит. А я про вас, если хорошее скажу, услышат все. Чувствуете разницу? Вот, ну, скажем, вот я в таком, так сказать, возрасте и статусе, это что, в общем, я достаточно, так сказать, широкие, так сказать, имею возможности для публикации, распространения и так далее. Вот до прошлого года у меня, ну, максимум я имел просмотров лекций в интернете, ну, где-то 12 тысяч лекций по философии. 12 тысяч, я считал, это много. Ну, вот тут я, значит, вот три ролика записал у Пучкова-Гоблина. Значит, один о философии, второй о современном фашизме, и третий о введении науковой логике. Ну, там, значит, просмотров сразу, значит, другие средства массовой информации. Там картина такая, первый где-то 111 тысяч просмотрел, второй 130 тысяч, и третий тоже 111-112 тысяч, примерно. То есть видно тот же самый человек, те же самые позиции, а распространение совершенно другое. Ну, у меня был такой период в 90-е годы, когда был кандидатом в народный депутат СССР по Ленинградскому территориальному округу, национально-территориальному округу. Ну, и в прямом эфире дискуссия была. Вот между мною, Шатровым, известным драматургом, а еще сидело три доктора исторических наук. Вот. И в том числе Логинов, соавтор Шатрова по фильму «Доверие» и 6 июля, Соболев Геннадий Леонидович из нашего университета, и еще один товарищ, доктор наук, историк из нашего педагогического университета. Ну, вот мы с ними так беседовали, я один, а их так было четыре. Ну, и очень так была хорошая беседа. Но это было больше четырех часов в прямом эфире, поэтому понятно, что там эффект был такой, что тебя встречают на улице, какой-то меня грузин, а сами говорят, где я тебя видел. Никто уже не помнит, где кого видел, а эффект такой же, как будто ты прямо с ним вместе разговаривал. То есть нынешние средства массовой информации, когда мы говорим «средства производства общественного сознания», таковы, что вопрос не в том, что вы говорите, а еще и в том, конечно, но еще и в том, как это распространяется, насколько широко. Поэтому можно сказать, что вот эра свободы, свободы в том смысле, что вы говорите, что хотите, она тоже может подниматься так, двояко. С одной стороны, никто вам ничего, никакой рот не зажимает, с другой стороны, это никак не отменяет тот факт, который вот здесь зафиксирован, изначально зафиксирован, что если речь идет классам в обществе, неважно, какой класс. Какой класс господствует, такой господствует. Если дворянское общество, какие идеи господствуют? Ну, не крестьянские же. Ну, все дальние идеи господствуют. А если это класс буржуазный, то естественно и буржуазный. Если это класс, рабочий класс, пролетарская идеология господствует. А что нет буржуазной? Вот это вот делали большую ошибку те люди, которые считали, что в Советском Союзе нет буржуазной идеологии. Или другие люди делали такой вывод, что нет борьбы в сфере идеологии. Или нет противоположных тенденций. Вот мне приходилось в то время выступать на самых больших, так сказать, всяких больших аудиториях, в том числе в Доме политпросвещения, где полторы тысячи человек помещаются. Сейчас это бизнес-центр, площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Очень красиво так называется. Бизнес-центр, площадь пролетарской диктатуры. Ну и вот я спрашивал, борьба с мелкобуржуазным сознанием, с мелкобуржуазными взглядами, с мелкобуржуазной привычкой дать, которая есть и у рабочих, и у крестьян, и у некоторых интеллигентов, дать обществу меньше и похуже, взять от общества побольше и получше. Это борьба классовая или не классовая? Вот не было такой аудитории, которая бы сказала, что это не классовая. Но вот чтобы опубликовать статью о классовой борьбе при социализме, мне пришлось обойти много-много всяких изданий. Обойти, в смысле, туда посылать, туда посылать. Пока в журнале «Научный коммунизм» не опубликовали статью Удовенко, которая оказалась раньше, чем я об этом написал. И он опубликовал, после этой мою статью опубликовали, о классовой борьбе при социализме. В области идеологии. Ну и вот у меня, скажем, была написана докторская диссертация о том, что при социализме действуют не только позитивные тенденции, но и негативные. Соответственно, есть силы, которые их поддерживают, есть представители, есть носители, есть идеологи негативных тенденций, которые идут вспять. Ну, я очень успешно тут прошел на защите, все было очень здорово, хорошо, и, наконец, доказал. И это, так сказать, зафиксировано, ВАК утвердил, правда, немножко подержал Кодика-2. Правда, там я сходил на ВАК, меня вызывали, я там делал доклад, потом передащищался в институте философии, ну, это, так сказать, как обычное дело. У вас же ничего не отнимает, вы же не стоите на улице на морозе, а, так сказать, там это все обсуждается, решается, потом даже еще и приятнее, что я в институте философии сделал доклад по диссертации своей, там проголосовали единогласно на Волхонке, и того меня утвердили. Что утвердили? Что есть при социализме не только тенденция к развитию вперед полного конкурса, а есть обратная, к развитию капитализма. Только вот меня утвердили, тут оно и сразу и проявилось. Так что я даже вот должен думать, не накархал ли я по этому поводу. Вот. Ну, это, конечно, смех, но во всяком случае представлять себе так вот, что если есть еще классы, они не уничтожены, есть различные положения в экономике, ну, это рождает, по крайней мере, такого рода действия, что если у меня другое положение, чем у вас, то я отстаиваю свои интересы, вы свои, значит, получается противоположные действия. Или приоритет ваших интересов, или приоритет ваших, правильно? Скажем, при социализме какой, при командире какой принцип брался? Приоритет общественных интересов. А сейчас какой принцип? Личных. Личных. Причем настолько он последовательно проведен, что на конверте пишут Иванову, потом дом этого Иванова, потом улицу, потом город, потом Россию. И что делают почтовые работники? Ну, вы же понимаете, что для того, чтобы рассылать письма, нужно идти от общего к частному все равно. Не с Иванова начинать, а не снизу наверх смотрят. Или, так сказать, как в этой ситуации смотрится борьба с бюрократизмом, с карьеризмом, борьба с коррупцией. Вот я чиновник, но принципиальный. Вот сказал, что... Сейчас какой принцип вы сказали? Причем личных, да? Да. Вот я пришел в государственный аппарат. Чем я должен руководствоваться? Чтобы свои личные интересы удовлетворить в первую очередь. Правильно? Ну, я удовлетворяю. А что вы требуете от меня? Чтобы я принцип... Налоги. Чтобы я принцип свой покинул, налоги. Налоги я плачу. Больше денег, больше налогов. Только вы налоги платите до 20 тысяч, а я с 200. Вся разница. То есть, с этой точки зрения неудивительно, что вот мы наблюдаем чуть ли не ежедневные сообщения о том, что у нас в том или ином органе обнаружился человек, который, так сказать, интересы личного обогащения поставил выше государственных. Ну так, если проглашено, что это самое главное, мои личные интересы. Вы меня что? За что собираетесь судить, граждане судьи? За то, что я принципиальный человек? Я не понимаю. Вот, если я принципиальный, так я везде, на любом посту так себя веду. Что нового? Я и раньше так вел, и сюда так же пришел. И вот меня, например, судят за то, что я думал о своем личном кармане. Вы же вот сами сказали, что я должен быть в реализации личности. Он самый главный принцип, и он везде провозглашен. Он провозглашен, но... Что? Вы хотите, чтобы я был... С точки зрения гражданина, это ваше. Вы должны руководствоваться своим личным. Вы можете руководствоваться своим личным. Ну, я и есть. А с точки зрения своей работы, если вы руководствоваться с чиновниками, то вы должны руководствоваться интересами... Я считаю, ваша позиция беспринципная. Вы, значит, считаете, что у нас принцип приоритета личных интересов, он одним относится, другим не относится. Не должно быть исключений. И для чиновников не должно быть исключений. Пусть руководствуют все таким же принципом. Это же всеобщий принцип. Чего вы так сужаете воли действия этого принципа? Во всяком случае, если вы будете меня где-то судить, потом я буду доказывать, что я принципиальный человек по-другому поступить не мог. А у вас узкое такое какое-то... У вас вообще старое какое-то мышление, такой подход какой-то старый. Почему я должен думать о каких-то чужих интересах? Давайте, вот мне будет хорошо и вам будет хорошо. Все плохое в этом. Как? Вы, как анархисты, так и ставили вопрос в свое время. Те анархисты, которые, как бы они против буржуазного общества выступали, говорили, освободим личность, тогда будет свободная масса. Вы освободите, вы освободите, я буду думать, вы будете думать о личных интересах, я буду думать о личных, вы будете думать, все будут о личных интересах И посмотрим, что будет Ну вы знаете, что бывает Потому что возможности у всех разные Один, который думает о своих личных интересах А у них возможности Ну что вы можете утащить, если вы землю копаете? Можете земли унести с собой в мешок Если хотите Лопату можете утащить За это никто не накажет вас Знаете почему? Потому что в хрущевский период Было такое введено понятие Как минимальная величина За которую не уголовная ответственность За 50 рублей Вот на 50 рублей что-нибудь унесли А до этого нет Да и просто за воровство наказывали Воруешь? Наказываю А тут было так, 50 рублей наворовал Еще каждый день по 50 воруете и все будет хорошо А сейчас Допустим Вот Что-то вам взломали Что-то утащили Сколько? Если 2,5 тысячи Вы придете, а я вот сижу В этом Милиции следователь Сколько? Сколько, сколько Вот 2,5 тысячи И не мешайте работать А вы каждый день 2,5 тысячи Только не надо было перебирать Вот за раму И в советское время Была такая Утруска-усушка Вот Опытные люди знали Что если вы в рамках Утруски-усушки возьмете Ничего не будет Вот полагается Там 1-2 процента Ну Продуктов Он как бы уменьшается Но на самом деле Не уменьшилось А вы просто забрали Ну Строго в рамках И никаких Не будет Ну вы взяли И добавили что-то еще В уголовную ответственность Жадность фрая разгубила Вот То есть Я думаю Что вот Это произведение Не должно нас настроить На то Что вот Бывает Общество В котором все плохо А потом Общество В котором все хорошо Такого не бывает Во-первых Было много хорошего Во всех обществах Начиная с первобытного И всегда было Какие-то отрицательные явления И вы не найдете Такого общества Которого бы не было Вот те люди Которые так поверили Что сейчас вот У нас Пойдет в Советский Союз И будет только Все положительное Они потом обнаружили Что они оказались Некоторые в числе Безработных И вы тоже можете Свои личные интересы Удовлетворять То есть Обхаживать все предприятия Спрашивать Нужен ли я вам А вам говорят Нет, вы не нужны Особенно Кто-то сколько не нужный Молодые люди То есть У нас был Некоторый негативный момент Казалось бы Вот вы знаете Что был такой закон О молодых специалистах Нет Вот когда я вот Заканчивал как раз ВУЗ У нас был закон О молодых специалистах Он что означал Если вы закончили С дипломом С отличием Вот у меня был Такой диплом И рекомендован Вас могут рекомендовать В аспирантуру Если вы рекомендованы В аспирантуру Вы освобождаетесь От распределения То есть Вот я получил Диплом С отличием Меня рекомендовали В аспирантуру От меха А я поступил На экономический То есть Никто меня Что хотел То и дел Если я Не имею Диплома С отличием Я подпадаю Под государственное Распределение Тогда это рассматривалось Некий минус С некоторыми Дескать Вот Надо ехать туда Куда вас пошлют Но Пошлют вас На три года Куда По специальности Естественно Обязаны вас Распределить По специальности Если вы уж Извините Культуролог Научились Люди пытаются Устроиться на работу Им говорят Не требуется Пишите резюме И рассылайте Туда Сюда Пятое Десятое И никаких гарантий Не дают А с учетом того Что происходит В некоторых областях А что происходит Вы наверное знаете Вот сейчас мы Ту же самую Изучаем Увидим Как на практике У нас сейчас Академик Наше производство Растет или падает Падает Падение В пятнадцатом году Три четыре десятых Но если падает Материалных благ Ставится меньше Или больше Меньше Значит страна Может содержать Меньше Людей Умственного труда Или больше Меньше Ну вам понятно Что меньше Ну что вы хотите Чего будет Как у нас С точки зрения Распределения Получается Меньше Меньше Более того В УЗИ У нас был Аналогичный процесс У нас было Пятилетнее образование Да И пятилетнее образование Давало специальность И специалист Значит выходил И мог пойти Работать В УЗ А сейчас Бакалавру Можете пойти В УЗИ Нет То есть может быть Нарушение это и можно Но как Таковые Бакалавры Не подлежат Так сказать Не дает права На преподавание В УЗИ Бакалавриат А Более того Значит В аспирантуру Можно поступать Человек Из бакалавриат Нет Как вывернулся Московский университет Ну как Московский университет И вывернулся Он взял И количество Магистров Сделал такое же Недавно Об этом сообщении Было в российской газете Ректор написал А мы Говорит Вот 100 человек Если набираем То вот 100 человек По какой-то специальности И 100 человек В магистратуру И просто Человек учится 6 лет И ничем это не хуже Чем было 5 Ну и соответственно Он получает Все права И в аспирантуру И в УЗИ Работать и так далее А если вы возьмете Во всех остальных ВУЗах Включая наш То вот у нас Бакалавриат Вот А магистратуру Вот И И вот Вы наверное знаете Что у нас будут Выпускные экзамены Там ни один преподаватель Не будет присутствовать В приемной Выпускной комиссии А только работодатели А кто работодатель У бакалавриата Директора школ Ну а кто Если вы в УЗИ Не преподаете Не можете Значит кто Значит Не ректора ВУЗа будут А директора школ Ну и представители Общественных Объединений И так далее Вот Что мы тогда наблюдаем Как эта же самая Картина В зависимости от Материального производства Производства сознания Она как бьет По этим делам А что касается Действующего Действующего корпуса Преподавателей Ну вот теперь Посчитайте Если у нас В специалитете Было такое-то Количество Преподавателей А если Пятая часть Нагрузки Убирается Пятый курс Причем какой Квалифицированный Особенно убирается Ну вот я допустим Читал Историком Философию истории И кафедра у нас Называется Социальная философия Философия истории Философия истории Куда Улетела Вместе с курсом Ну нету пятого курса На первом курсе Я читаю Большой курс Все Но это не философия истории Сколько процентов Надо уволить Преподавателей Одну пятую Одну пятую Двадцать процентов А тут и вы Со своим выпуском Так сказать Из этого Понимаете Какая Куда вы попадаете Попадаете в ситуацию Когда Увольняется Пятая часть Преподавателя Она так сказать Так болезнь Она под разными соусами Для этого у нас Скажем Существует Конкурс Режегодный И вот Ищется За что Можно было У кого уволить Ну так вот Просто взять Выкинуть Это не совсем прилично А как-то так Надо что-то придумать Допустим Вот Нету У кого-то Нет Мало статей На английском языке В иностранных журналах А там прямо Ждут ваших статей На английском языке В иностранных журналах И я спрашиваю А вот Если американец Напечатает В рязанском журнале Ему доплачивают А заслуженный Делатель науки Марахова Спрашивает А чем это Отличается От санкций Ему отличает Ничем не отличается То есть Вот такая Интересная Картина появляется И мы Вот это же То что Казалось бы Что мы изучаем Как сказать Предание стороны Глубокой Мы изучаем Не предание Стороны глубокой Мы изучаем Устройство Вот этого Общества С точки зрения Того что Есть материальное Производство Есть производство Сознания И оно К сожалению Зависит Потому что Мы с вами Не сеем Не пашем Ни вы Не я И вы там Ладно Учитесь Но я Точно Не пашу И еще Пока Ни один Жареный Рябщик У меня Изо рта Не выскочил Хотя Говорят Что наука Стала Непосредственной Производительной Силой А если Она Непосредственная Сейчас Вот будет Рябщик Смотрите Внимательно Не пропустите Хотя Ну Я как Человек Дотошный Я начинаю Проверять Что там У Маркса Написано Там написано Воплощаясь В основном Капитале Ну То есть Когда Эта идея Уже Превратилась В станок Наука Становится Непосредственной Производительной Силой Ну Это правильно Но поскольку Вот первая часть Отбрасывает И при цитировании Берется только Вторая часть Наука Становится Непосредственной Производительной Силой Хотя Если вы берете Капитал Капитал Вот он Трехтомный И в нем Написано Наука Является Всеобщей Общественной Производительной Силой Не непосредственной, конечно. То есть она на все влияет, но не непосредственно. Прямо вот из-под пера ученого не выскакивает ни автомобиль, ни средства производства, ни хлеб, ни картофель. Но сегодня современное производство можно рассматривать как технологическое применение науки. Сначала разрабатывается машина или разрабатывается новый продукт, потом создаются проекты, потом строятся предприятия, потом проектируются, строятся чертежи. И, наконец, вы имеете воплощение этой идеи. То есть вот так, если понимать, это будет правильно. А если понимать буквально так, что наука непосредственно дает, то есть вот в том-то и дело, что если этого не понимается, то люди не понимают, что есть вот опосредствующие звенья, без которых никак результаты науки не могут дойти до практики. И без науки нельзя ничего делать. Но и с наукой ничего не сделать, если у вас нет связи между наукой и производством. Как у нас вот, насколько вам известно, проектный институт у нас здорово существует, или их позакрывали? Позакрывали. Конструкторов у нас как много стало, или их поуменьшалось все? Поменьшалось. Ученых вроде не намного стало меньше. Но вот эти опосредствующие звенья, они попропадали. А зачем тогда, если у меня прямо рябчики выскакивают изо рта, зачем это все вот это вот? Прямо вот это, я сейчас вот, ловите главное, все. Я сам жду, но все, надеюсь, что вот сейчас начнут высказывать. Я и так пытаюсь, и сяк, но не выскакивать пока. Ну, еще у нас курс большой, может, где-то во второй части это пойдет. Вот такая, значит, ситуация. Поэтому, ну вот у нас задача какая? Видеть, насколько актуально то, с чем мы занимаемся. К сожалению, ил. А может, и к счастью. Это очень актуально. То есть, об этих вещах можно задумывать. Можно с других позиций это рассматривать. Можно иметь разные точки зрения по этому вопросу. Но вот закрыть для себя эту проблему, не надо ее закрывать. Потому что проблемы существуют не для того, чтобы от них укрываться. Потому что если вы от них укрываетесь, они вас накрывают. А нужно их как-то разрешать, эти проблемы, вот, всем или иным способом. Вот это просьба это иметь в виду. Вот, что мы тут можем отметить, когда речь идет о производстве сознания. Во-первых, тут товарищи Маркс и Энгельс подчеркивают, их специально курсивом выделяют мировой рынок. Обратили внимание? В самом начале, где производство сознания. Вот я не знаю, как вы используете в своих работах курсовых и так далее. Надо всегда иметь это в виду. Такое средство, как что-то курсивом выделить, что-то жирным. Шрифтом. Некоторые почему-то крупно выделяют, получается очень странно. Вот большие буквы напечатают, но в глаза так лезет, и непонятно, чего хотел сказать человек, что это заголовки. Крупные нужны для того, чтобы сделать заголовок, правильно? А в тексте есть вот стандартные средства выделения. Есть еще такой способ. Курсивом и в разрядку особенно вам надо выделить. Вот мировой рынок. То есть, если уже есть мировой рынок, то, значит, все события надо рассматривать с этой точки зрения. И действительно, вот посмотрите на то, что вас окружает. У вас откуда, из какой страны? Вот это вот. Китай. Китай. Ну, вроде бы по русским чертежам. Да. Вот есть по русским чертежам, но делается непосредственно в Китае. Ну, разработка считается вроде наша, как бы наша. И мы уже хвалимся, но делают это в Китае. Или сегодня в российской газете статья заместителя председателя правительства Рогозина. О чем? О том, что вот есть такая совместная разработка наша. О поездке, полет аппаратуры аппарата на Марс совместно с Европой. Американцы не стали в этом участвовать в проекте. Вот мы совместно с европейскими странами участвуем в этом. И вот наш аппарат летит туда, к Марсу. И где-то 15 октября будет еще коррекция траектории. Там будет то, что сделано у нас, будет вращаться по орбите. Вся доставка наша и запуск наш. А их аппарат будет на Земле несколько суток работать. В демонстрационных целях долго он не проработает, потому что аккумуляторная батарея вовсе не солнечная, и поэтому это ненадолго будет. Но, тем не менее, вот такая экспедиция. Вот имеется такого рода решение такой задачи. Ясно, что это результат сотрудничества в масштабах, по крайней мировых, или, скажем, Международная космическая станция. Кто туда возит сейчас космонавтов? Мы водим. Американцы, вот они что-то так не просчитались. Они со своими средствами доставки, и до 1917 года денежки они нам платят, а мы водим. И вот, значит, сейчас в этой же статье Рогозина сказано, что мы договорились с европейцами до 2024 года будем эту космическую станцию мировую, эту международную развивать. То есть это тоже результат мирового сотрудничества. Возьмем мы, так сказать, любые наши сегодняшние вещи. Мы здесь наблюдаем, там тот же самый Макдональдс. Ну кто работает там? Да наши же работают. Некоторые товарищи белорусы, я видел интересную передачу, как они рассказывали, что у нас думали, что в Беларуси пришел Макдональдс, и мы сейчас будем тут картошечку нашу пустим в ход, и она пойдет. А потом выяснилось, что картошечку-то не получится белорусскую пустить в ход, потому что из Бразилии приводят в порошке картошечку, и из нее делает этот самый картофель фри. То есть вот такие высокие технологии точно можно так сделать, что картофель фри сделан из бразильской картошки и порошковой. Ну, по крайней мере, это вот учреждение, которое функционирует широко у нас в России, а уж если брать там пепси-колы и кока-колы, это вообще родные, можно сказать, напитки, да, почти родные. Ну, есть у нас полюстры, но где-то оно незаметное. У нас же есть минеральная вода Ленинградская, да, и Охтинская, две минеральных воды. Ну, поскольку они дешевые, то и... А состав кока-колы и пепси-колы – большой секрет. Ну, что такое кока-колы, мы знаем. Кока, знаешь, что такое? Да, лёг. А? Это лёг такой. Это кустарник. Кока, кока. Кока, простите, кока-кока. Кока. Кустарник. Какой? Из которого делают... Семьонник. С ковро-поем. Да. Да. Который это... Тонизирующий, да. Или тонизирующий, или, так сказать, полунаркотик. Одним словом, рецепт неизвестен. С кем вам расскажем. Ну, мы что, должны положить во всяком случае в основу своего рассмотрения, что... И на это обращайте внимание. Начиная с... Маркс Энгельс, начиная с эры рождения капитализма, надо рассматривать всё-таки все вопросы в таком мировом аспекте. От этого не абстрагироваться. Это неправильно будет абстрагироваться от мирового этого аспекта. Мировое влияние, и научное, и идеологическое, и экономическое, и техническое, и так далее, и никак не закроешься от этого. Например, вот пытались закрыть, в силу, так сказать, ситуации, которая была после революции в России, закрыть, как бы, Россию и не поставлять туда ничто. Ну, если это капиталисты, значит, если у капиталиста появляется возможность получить большую прибыль, он что, не приедет в Россию? Приедет. Как вы думаете, у нас вот Кировский... На Кировском заводе делали трактор, первый советский. Фордзон назывался. Кто помогал делать? Ну, я думаю, первую часть прочитайте, и сразу будет ясно. Фордзон. Форд. Известный миллиардер, капиталист. Форд. Я скажу, вот помогал в создании первого советского трактора. Или у нас Днепрогресс, когда создавался, как были у нас иностранные специалисты? Были в большом количестве. То есть, когда начинают рассказывать люди примитивные насчет железного занавеса, ну, кому надо, тот через этот железный занавес очень легко проникал. Поля Робсон к нам приходил и пел, и приезжал, и так далее. И наши, так сказать, артисты выезжали, и свое искусство демонстрировали. То есть, мы не можем, даже если какие-то усилия предпринимаются особые для разделения или автарки, и все равно в современную эпоху... Например, научно-технические результаты, они прежде всего существуют в научных трудах физиков. Да? Ну, а эти научные труды, вы их не засекретите. То есть, это могут читать и знать. И, соответственно, дальше дело техники превратить это в технику. Поэтому, можно себе не давать никакую технологию, но эта технология, она все равно возникает легко. Вот, скажем, говорят, что Северная Корея, она сама разработала ядерное оружие. Ну, сама, в том смысле, что непосредственно сама, а, конечно, опираясь на мировые достижения, которые уже есть. Правильно? Есть уже открытие. Однотранное открытие. Открылось это. И вы это открытие не закроете, как бы его не закрывали. Поэтому мы наблюдаем, что одновременно, скажем, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки были разработки. Хотя уж американцы вовсе нам отнюдь не сообщали, какие у них разработки. И наша ядерная программа шла независимо. Кто первый создал атомную бомбу? США. США. Кто первый создал водородную бомбу? СССР. Теперь, значит, что касается, кто первый запустил спутник СССР, человека СССР? Кто первый запустил человека на Луну? США. Соединенные Штаты Америки. Поэтому... А? Да, кстати. Ниф. Не слышал. Ниф. 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 Ну, это есть такая трактовка. Вы хотите о наших возможных партнерах хуже подумать. А я вот лучше о них подумаю. Ну, если не запустили, это потом скроется. Ничего страшного. Ну, будем считать. Но это, во всяком случае, не такая непреодолимая проблема. Потому что там притяжение на Луну уже не такое сильное, как Земли. И поэтому, ну, запустили на орбиту, с орбиты спустили, потом поднялись. Мы же на Луну запускали свои аппараты? Да. Ну, землю брали там, ну, грунт, Луну брали. Ну, поэтому говорить так, вот, никто из серьезных ученых, по крайней мере, наших, не заявлял, что американцы не запускали. Я не знаю. Это вот литература такая ходит. А вот кого вы знаете из серьезных ученых, которые бы сказали, нет, они там не летали на Луну? Космонавты наши говорили такое? Нет, я такого не видел. То есть, я тут думаю, что тут, может быть, есть что-то нездоровое, в том смысле, что если кто-то из тех, с кем у нас, допустим, плохие отношения сделал что-нибудь хорошее, а раз вы со мной, у вас сейчас плохие отношения, то и кофта у вас не такая, и лицо не такое, и прическа, и пошло. Ну, это, я думаю, не тот стиль. Правильно? То есть, мы тут должны быть, вот, объективными людьми, и мы должны думать о том, какой есть прогресс. Если мы понимаем, что вот мировое развитие, наука стала мировой силой, потому что науку никак не отделишь. Можно, так сказать, наши некоторые заведующие кафедрами, там заведуют, там получают зарплату, а здесь тоже руководят. Потому что тут мало платят, там больше платят. Или говорят, вот там американские ученые, какие они хорошие. Да они со всего мира собирают этих ученых. Поэтому, получается, там американские ученые с нашими. Вот, скажем, из нашего факультета, где я учился матмех, половина с нашего курса уехала уже в Америку. Поэтому, когда говорят, вот, там разработаны такие программы, кем они разработаны-то? Это во-первых. Во-вторых, у нас, надо сказать, машины менее мощные были, чем американские машины, вычислительные. Поэтому наши программисты более мощные, поскольку они должны были в этих стихненных условиях это делать. Поэтому, когда нам начинают рассказывать, что, дескать, вот, там, значит, в системе Microsoft создана, а наши не взломают. Ну, как наши не взломают, когда наши это и разрабатывают. Поэтому, тем более мы знаем и другое. Вот, скажем, есть мощная система антивирусная, так, которая работает в системе Microsoft. Ну, а есть вот Linux. Например, у меня дома одна машина Linux. Там вообще нет антивируса. И вирусов нет. Никто не засылает, никто их и не ловит. Но если бы я был антивирусный, так сказать, программный разработчик, то я бы, наверное, вам насылал бы вирусов, чтобы вы у меня покупали программу. Правильно? Касперского купите у меня? Купите, пожалуйста. А не купите, мы вам нашли вирусов, и все у вас съест. Все, что у вас есть. Поэтому откуда берут этих самых антивирусов? Наверное, из хакеров и берут. Тех людей, которые это делают, и они потом работают с антивирусом. Или те же самые вот айфоны. Я был на встрече с мадам, каспожой Касперской. Она теперь разведенная с Касперским, но она работает в Министерстве обороны. И для комитета по обороне, там я и был, она всякие программы по противодействию, так сказать, получению информации в наших военных производствах, предприятиях и так далее. Ну, она что говорит? Все вот эти айфоны, айпады, особенно айфоны, они все вам позволяют, а, без того, чтобы вы там что-то требовали, думали, прочитать кто вы и что вы, и иметь все ваши адреса и все ваши контакты. Причем это можно получить как отсюда, так и с места производства этих телефонов. Ну, вот всякие простенькие, как у меня, это уже хуже. Но у меня тоже Филипс, так что... А Филипс, это, известно, не российская фирма, как вы понимаете. Так что надо к этому относиться как? Ну, как надо относиться? Вот считайте, что вы находитесь на веранде. И веранду видели все, так сказать, все там открытое, все стекло. Вы пьете чай, люди идут рядом и все видят, что вы делаете. Надо приучаться к современному обществу. В современном обществе все все знают. Вы делаете что-нибудь хорошее, и это все узнают. Если вы что-то плохое будете делать, ну, это тоже все узнают. Поэтому, а если начнете скрывать, то есть органы, которые скрытные будут узнавать у вас. Они есть во всех странах. Так? Так. Вот и все. Так что это тоже вывод из того, что современное производство, оно привело к тому, что технически сегодня возможно все установить. Тем более, если есть специальные организации, которые все выясняют, находят. И даже есть люди, которые специально потом передают эти сведения, как Викиликс или как вот тот, кто у нас получил гражданство американский, работник соответствующих служб. Ну, они выясняют, так сказать, то, что засекречено. Ну, на самом деле, большинство информации получается из открытых источников. Безусловно. Так. Ну, вот это первая мысль. Это надо понять, что значит мировой рынок. Что означает с точки зрения производства. Ну, и вот тут такая вот мысль дальше идет, которая, так сказать, как вот вы ее понимаете, что это столь таинственная для немецких теоретиков сила, то есть мировой рынок, уничтожится благодаря неспровержению существующего общественного строя коммунистической революции. Вот что утверждают Маркс и Энгельс. Вот для того, чтобы эту мысль понять, ну, во-первых, нужно знать, что такое рынок. Кто-нибудь знает, что такое рынок? Кто может сказать? Здесь держится обмен. А? Обмен. А если у нас собственность общественная, будет обмен? Да. А чего вы будете обменивать? Ну, вот у нас, представьте себе, общественная собственность у нас. Вот этот карандаш нас общий с вами. Ваш, мой и все. Вот всем он принадлежит. Чего мы можем обменивать? Для этого надо знать, что такое обмен. Я могу вам доложить, что в известных мне источниках, в том числе и у Маркса и Энгельса, это определение обмена как бы и не присутствует. То есть как бы они считают, что они-то это знают, они люди квалифицированные, ну и специального определения не дают. А что такое обмен? Вот как вы ответите на этот вопрос? Обмен. Ну, это взаимовызовная передача каких-либо товаров. Ну, если товаров, это уже вы. Товар – это продукт, производимый для обмена. У вас все равно простой, а определяется через ложе. Ну и передавайте. Вот мы к вам на заводе. Я вот вам передаю для обработки дальше продукт. Вы дальше обратываете, ей передаете, она ему. И так идет, идет, идет по этой технологической цепочке обрабатывать. Вот передача. Она взаимовыгодная, потому что все вместе мы получим результат. А обмен что? А обмен – это между двумя ими. Ну, хорошо. Я вам деталь, вы мне стружку. Я вам деталь, а вы переработали детали, мне стружку обратно вернули. Вот обмен. Это обмен? Да. Ну, если какую-то часть этой детали или от этой стружки я оставляю себе, то в какой-то мере да. А что значит, вы оставляете себе? Ну, это значит, что я оставляю себе. Около вас она, что ли, будет? За произведенную услугу. Ну, надо еще знать, что такое оплата. Мы опять вот это усложняем. Значит, дорогие товарищи, к чему я хочу призвать? Все определения должны даваться через более простые. Правильно? Обмен – очень простая категория. Не надо накручивать. Чтобы не было так тяжело. Обмен – это просто взаимная передача чего-либо принадлежащего двум субъектам. И не только взаимное, и взаимообусловленное. Если мы взаимно передаем, это еще не обмен. Вот смотрите. Скоро будет 1 мая. Я вам на 1 мая подарю цветочек. А вы у меня на 9 мая тоже цветочек. Это будет взаимная передача, так? А взаимообусловленность тут есть? Она может быть только в одном смысле. Это будет раскрытная форма обмена. Я вам подарю цветочек, чтобы вы мне на 9 мая тоже цветочек подарили. Вам будет вроде неудобно, и вы мне подарите. Вот это будет взаимообусловленность. Вот если взаимообусловленности нет, то это не обмен. Ну, от вас пришло что-то, вам пришло. Где тут обусловленность? Идет движение продуктов в нашем общем деле. И ничего нам делиться, как бы, да? Если это у нас общая собственность, то собственность сохраняется общая. В пределах общей собственности может быть обмен? Не может быть. Тут нет чего-либо, вы говорите, себе, не себе. Но вы можете потребить, можете съесть, можете использовать для своих целей. Но нету здесь какого-то объекта, который был объектом другой собственности. Собственность одна. То есть раз одна собственность, вот почему говорится, что коммунистическая революция уничтожает. Здесь имеется в виду коммунистическая революция не в смысле процесса, а в смысле самого факта. Что если коммунистическая революция состоит в том, что собственность стала общей, то, конечно, обмена не может быть, а соответственно и рынка не может. А рынок что такое? А рынок – это сфера обмена товара на деньги, а денег на товары. То есть пока у вас нет денег, еще это не рынок, правильно? Я принес яблоки, а вы мне дали корзины, и мы поменяли с вами. Но я вам яблоки не отдам, если вы мне не дадите корзину, а вы мне не дадите корзину, если я вам яблоки не передам. Только когда есть вот эта взаимообусловленность, вот только тогда мы можем говорить об обмене. А если у нас общее производство, как это называется тогда? Общее производство. Вот люди говорят, если есть разделение труда, то следовательно должно быть что? Какое-то соединение, да? А как называется соединение усилий? А? Вот мы сообща будем что-то делать. Как? Сотрудничество. Ну а как это вот немножко на экономическом языке сотрудничество? Сотрудничество. Сотрудничество – это правильно вы говорите. А на экономическом языке это называется кооперация. Операция – это есть действие, совместные действия. Ко-операция. Ко-операция. И вот я вам нераспространенное определение кооперации сейчас дам. Потому что понимают кооперацию так, что два человека или три создали кооператив, не знают, что такое кооператив и не знают, что такое кооперация. А я вам даю экономическое значение кооперации. Кооперация – это такая форма труда. Это у Маркса так написано. В другом месте, конечно. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Ну вот давайте мы, это, конечно, относится прежде всего к материальному производству, да? Ну давайте мы возьмем сферу духовного производства. Вот наше с вами действие сейчас возьмем. У нас сейчас что происходит? Вы накапливаете, приобретаете знания, так? И цель вашего действия состоит в том, чтобы стать богаче в смысле знаний. Верно? Обогатить свою память и развить свою голову для того, чтобы стать специалистом. Как бы ни назывались они, бакалавры, не бакалавры. Важно, чтобы дело не в лаврах, которые по бокам, а дело в том, чтобы знания были в голове. Можно сказать, что вот преподаватель с вами обменивается, вы мне знания, я вам оценку. Или у нас все-таки единое действие, то есть мы совместно с вами работаем над одним процессом. Каким? У нас одна цель или две? У меня цель вам какую-то оценку поставить, а у вас цель какие-то знания получить. Или у меня цель та же самая, чтобы у вас в ходе развития вашего индивидуального накапливали знания, и чтобы вы росли как специалисты, да, в становлении находясь. Верно? У нас цель общая, а Россия общая цель, она планомерная? Да. Планомерная. У нас есть учебный план, у нас есть программа, которая вам выдана заранее, вы знаете, да? То есть это не так делается, что мы тут в темную с вами что-то, вот я сейчас вам пришел и начинаю. А вы знаете, что вы изучаете. У нас другое дело, что по ходу изучения мы останавливаемся на том, что нам интересно и что важно. А не гонимся не по принципу, что лишь бы пробежать. Этого, конечно, мы не делаем. Но в принципе у нас планомерная форма труда, при которой много лиц, видите, сколько у нас много лиц, совместно действует в одном или связанных между собой процессах производства. Кооперация такая форма труда, при котором много лиц, полномерная, работает в одном или связанных между собой процессах производства. Это не обмен. Точно так же, скажем, в семье, что, скажем, вам это мать покормила дитя, а дитя должно теперь ей что-то дать. А что она может дать это дитя, особенно когда маленькая? Только крик. Если она вот не покормит, она будет такой крик устроить, так мать в обмен на это что угодно принесет, только перестала бы кричать. Так. То есть, если нет обмена, если собственность одна, то нет соответственной рынка. Это вот в таком виде, это совершенно очевидно. А если вы теперь обратитесь к литературе экономической про советское время, про Советский Союз, сколько угодно книг, где написано, что у нас было товарное хозяйство. Так если у вас общественная собственность, тогда нет никакого обмена. А раз нет обмена, то нет товара. Почему? Потому что товар – это продукт, производимый для обмена. Правильно? А если этот продукт производится с целью обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, обмена нету. А форма обмена есть. Ну скажем, а что такое тогда вот эти бумажки, которые были в советское время? Ну, во-первых, часть продукта шла непосредственно в потребление, так? Через общественные фонды. Медицина, образование, культура. Правильно? Это все? Воспитание. Это все шло непосредственно. Другая часть, которая по труду. А где тут обмен? Вот представьте, если вот есть государство, а есть работник. Что государство дает, что работнику дает оно? Работник дает, что государству. Что обменивается-то? Вот вроде деньги. Вроде деньги. Деньги, бумажки пришли от государства работнику в виде зарплаты. Работник отнес эти денежки куда? В государственный магазин. То есть бумажки совершили круговое движение. Спрашивается, а что от государства-то перешло работнику? Ну, обеспечение, как раз сказать. Вот. Продукты перешли. Из какой? Из общественной собственности они перешли в личную собственность. А личная собственность, не частная собственность. Это вот он непосредственно их должен использовать, эти продукты, для своего личного потребления. А вовсе не для чего-то другого. Правильно? Это раз. А что со стороны работника? А что работник тогда дал? Чего работник дал государству при социализме? Труд. Труд. Труд или рабочую силу? Рабочую. Вот если работник дал в обмен рабочую силу, то товарное хозяйство на том этапе, когда рабочая сила становится товаром, называется как? Капитализмом это называется. А мы говорим о социализме. Никакой рабочей силы он в обмен не давал. Нет тут обмена никакого вообще. Нет обмена. Просто это кооперация. Единая кооперация. И все. Раз единая собственность, единая кооперация. Нечего, ничего тут не обменивается. Но по форме, да. А если вы хотите более точно, то тогда возьмите сколько всего выплачено зарплаты. Узнайте сколько у вас зарплаты и разделите вот эту маленькую величину, сколько у вас зарплаты, на то количество, которое выплачено, и вы получите свою долю в фонде распределения. Идите на склад и с этой бумажкой и получите. Только эта бумажка, на ней написана фамилия, она безымянная. Можете детям отдать, можете знакомым. И получите свою долю в фонде распределения. Вот и все. Это распределение без обмена. Нет тут объектов, которые обмениваются. Кто такое государство, которое, видите ли, обменивается? Кто такие, кто такое государство? Это что, другой какой класс? Нет, класс рабочий представлен государством, как господствующий класс. Поэтому тут нет обмена. Поэтому вот такие формулировки, вот они очень жесткие тут кажутся. Вот, мировой рынок, эта сила уничтожится благодаря неиспровержению существующего общественного строя коммунистической революции. Это жесткие формулировки. Но если мы понимаем, что в философии означает слово «ничто». Ничто, значит, нету этой частной собственности. А что есть? Ничто, частная собственность – это общественная собственность, а не какой-то нуль. Это не так надо понимать, что надо громить, понимаешь, частную собственность. Никто вообще не может собирать, наоборот. Вот иногда рассуждают так, что большевики, якобы, вот у них такой лозунг был «отнять и разделить». Не читали такое? А это был эсеровский лозунг. И а большевики реализовали эту мечту крестьян, что надо отнять у помещиков землю и разделить между поедокам. И это в большевистскую программу не входило. Это вопреки программе. Большевики сделали, чтобы показать, в том числе и крестьянам, что это не приведет к освобождению их. Снова появится разделение на крупных капиталистов в деревне Кулаков, бедняков и середняков. Хотя вот в 17-м году полное разницу было. Поедокам. Вот сколько у вас? Восемь человек? Восемь часей. У вас двое? Двое. У вас 15? Пятнадцать. Все разделили. И поэтому общественная собственность по существу появилась в деревне только в конце 30-х годов. Она же не может стать общественной только деревенской. Общественная – это значит все общество. Земля-то общественная. Крестьяне в России выступали за национализацию. Поэтому земля-то – главное средство производства уже было общественное. Но и обобществились остальные крупные средства производства. А мелкие, как куры, например, которых некоторые вдруг за горяча тоже стали обучислять. Это тоже средство производства, конечно, средство производства яиц. Но и вовсе их не требуется обучислять для этого. Более того, личное подсобное хозяйство всегда оставалось. Как подсобное к чему? К общественному хозяйству. Вы хотите иметь свежие огурчики, помидорчики и картошки на здоровье? Когда их убрал? И кто их убрал? Убрал их гражданин Хрущев. Вот в Хрущевский период взяли и отрезали это самое личное подсобное хозяйство. Их практически уничтожили. Я, например, наблюдал. У меня дядя работал каталем на кирпичном заводе «Красная звезда». Вот если по Ниве вверх был, видите, по левую сторону. После Саратовской колонии и так далее. Вот завод «Красная звезда». Вот у него было пять человек детей, мы приедем к нему, а там у него или свинья у них, сало есть, или куры у него там, коровы были. Их вечером пригонял пастух, но это были коровы рабочих этого самого завода. Они работали на заводе, но кого-то нанимали, пастуха, чтобы он, так сказать, какой-то дядя. Зарезали корову, потом разделили, распределили между собой, там заплатили. Ну, вот имели свежее мясо. А теперь за этим мясом все пошли в государственный магазин, а в государственном магазине что? Что, выросла у нас производительность труда, в производстве мяса все вручную. Если сейчас у нас много мяса, потому что много режут молочного скота. Сейчас. Вот сейчас. У нас в 90-м году было 20 миллионов крупного рогатого скота, а сейчас 9. Поэтому насчет того, что много мяса, не надо обольщаться. Это не есть всегда хорошо. То есть, в плане теоретическом, уничтожение частной собственности – это не что иное, как другая форма выражения создания общественной собственности. Потому что общественная собственность означает уничтожение частной собственности. А просто взять и уничтожить, если я уничтожаю объекты собственности – это что? Это уничтожение частной собственности? Нет. Это черти что. погром. Поэтому вот с этим связано и проведение политики, и НЭПа в свое время. Дескать, да как угодно, вот как-нибудь производите что-нибудь, чтобы люди прожили. Пока, как производить? Если еще нет коммунистического производства, то еще не встало. Ну, производите по-капиталистически. А сколько можно наемных работников иметь? А троих? Троих, пожалуйста, можно иметь. Непредосудительно. И, пожалуйста, и живите. А если мы будем много денег, то получайте. Непманы хорошо жили? Они хорошо жили. Но если вы потом сделаете более дешевый продукт, чем делает Непман, вы кого будут покупать? Вот вы, допустим, вот Непман, вот и вы моложе, и красивее, а я буду дешевле в два раза производить продукты. Вы кого будут покупать? У меня будут покупать. Поэтому, когда вот говорят, куда делся НЭП? А как куда делся? Значит, эти люди покупать стали, когда развилось государственное полномерное хозяйство, то что осталось? Остался тот рынок колхозный, на котором продавали... Там на самом деле рынок, в буквальном смысле слова. Там же люди обменивали, и вы приходите на продукцию, которая вам не принадлежит, получаете и платите за деньги, за которыми стоят реальные богатства. И понятно, что на колхозном рынке продавали только то, что лучше, чем в магазине. А какой смысл тогда покупать на рынке то, что хуже, чем в магазине? Кто пойдет на рынок? Только на рынке, естественно, осталось... Ну, я даже в свое время вот изучаю этот вопрос. Выявил такую формулу. Цена рыночного товара, это государственная цена умножена на два с половиной. Примерно. Так, примерно вот цены были на рынке колхозном повыше. Понятно почему. Потому что туда везли, естественно, более, скажем, свежие или более качественные продукты. А менее качественные зачем? А в массовом порядке производили, конечно, государственные индустрии. Так. На этой же странице говорится, всесторонняя зависимость – это стихийно сложившаяся форма всемирно-исторической совместной деятельности индивидов. То есть, вот они эту всемирно-историческую совместную деятельность индивидов увидели не в том, что уже создана какая-то всемирная республика или всемирное государство, а именно вот эта зависимость, которая есть. Это называется как общественный характер производства. Ни один человек не может сказать, что это мой продукт, который делает, потому что он делается из того, что сделали другие люди или с помощью других людей, и существует такая взаимозависимость. Потому что вы получаете вот сейчас, куда вы ни оглянитесь, это продукция большого количества людей. Никто уже не знает, кто сделал эти столы. Возможно, это из России, а возможно, из Финляндии, куда вывезли наш кругляк, а обратно привезли столы. Причем хорошую мебель они оставили себе, а нам это из отходов изготовили вот такого рода. Иногда вот я вижу трибунку, там ее ковырнут, а там опилки. Есть взаимозависимость. И никто не может сказать, что это он лично сделал. Все зависят от всех, и каждый продукт есть продукт, общественное утро. И это еще усиливается, увеличивается. И никакие тут попытки, скажем, отгородиться или изолироваться, они не пройдут. Как бы, так сказать, мы к этому не стремились, и что бы не пытались сделать. Сезро независимости, эта стихийно сложившаяся форма всемирно-исторической совместной деятельности индивидов, превращается благодаря коммунистической революции в контроль и сознательное господство над силами, которые, будучи порождены воздействием людей друг на друга, до сих пор казались им совершенно чуждыми силами, и в качестве таковых господствовали над ними. Вот как ставится вопрос. То есть, это вот как то, что являлось, так сказать, как бы чуждой силой, как бы она от нас не зависит, она над нами давлеет. Вот то, что Маркс называл отчуждением. Вот у нас некоторые товарищи пишут всякие статьи по поводу отчуждения, которые считают, что они марксизмом занимаются. А вот то, что есть другая категория, которая называется присвоение еще своих жизненных сил, своих жизненных потенций, кроме отчуждения, это ведь ему противостоит присвоение, то есть присвоить эту общественную силу, чтобы она стала своей, а не чуждой нам. Как это сделать? Ну вот, очень сложный этот процесс. Если вот анализировать, что происходило в Советском Союзе, вот с этой точки зрения, это вот первым шагом был самый первый декрет. Декрет о рабочем контроле. Вот тут говорится о контроле. Ну и в чем состоял контроль? Вот представьте себе, вас направили контролировать современное производство. Сейчас с автором вам всем. Вам на такой завод, вам на такой, вам на такой, вам на такой, вот на такой, вот на такой. И что должны делать вы? Ничего. Стоять и смотреть. Потому что тот, кто вас направил, тоже ничего не знает. Примерно. Ну смотрите, что они делают. и учитесь. Почему надо научиться? А тому, что вы тоже будете так же делать потом. Когда? Ну, не через несколько месяцев. Когда у нас был декрет о рабочем контроле принят? Прямо буквально, вот на следующий день. Это первый был декрет, после Октябрьской революции. А когда национализация? В каком году? В 18-м году. В 18-м году. В 18-м году. В 18-м году. В январе. То есть декретарь, до национализации прошло, ну, весь Октябрь, ноябрь, декабрь и часть января. Ну, три с половиной месяца. Три с половиной месяца вот люди. А что значит контроль? Вы, пожалуйста, там не вмешивайтесь в работу. Дескать, он капиталист, он там эксплуататор, а вы не вмешивайтесь в работу этого эксплуататора. Ваша задача не думать о том, что он эксплуататор, а думать о том, как он управляет производством. Вы научитесь у эксплуататора, потому что, между прочим, в Гуржуазии ее историческая роль, и вот мы как культурологи должны это зафиксировать, состоит в том, что она развила производство и управляла им. А кто управлял? Все рабочие, что ли, управляли производством при капитализме? Сейчас управляет рабочие. Некоторые говорят, давайте сейчас сделаем рабочий контроль. Это смешно. Рабочий контроль нельзя сделать без власти. Как вам идти без власти контролировать? Вот вы можете меня контролировать? Я могу вас контролировать. А власть куда простирается? Откуда? У нас же государственный университет. Государственный. И студентам не дают права контроля. То есть дают, пожалуйста, можете оценить, там есть на сайтах, можно оценки ставить, писать можете, что хотите. Уже нет. Нет уже? Ну, можете новый сайт открыть. В сайтах было написано, что разрешено только положительный. Откройте сайт. Вот я вас научу. Чего вы? Откройте сайт. Культуролог. Что, трудно сделать? И пишите на нем. Буду оценивать тех, кто как преподает. И пишите свои оценки. Кто вам может запретить? Ну, кто вам может запретить? Вот я могу вам запретить, я же не дурачок, я понимаю, что это... Вы откроете, вы с кем будете иметь дело? Ну, с тем, кто вам предоставит этот самый... За отдельную плату, и небольшую, вы будете это делать, и там будете вывешивать, что хотите. И все, что вы хотите про меня написать, напишите. А я, если хочу, мне скажете, можете ответить? Если хотите. А если хотите, то и не предусмотрите. Ответите, потому что это студенческий сайт, и пусть там студенты выступают. А профессора, пускай выступают, у них и так много всяких вариантов. Нечего. И так они везде лезут, дайте спокойно студентам высказаться. Какие проблемы? Никаких. Ну, контроль это будет. Ну, точно так же, как вы говорите, там еще и требует положительный. Да напишите, вы все отрицательные. Во-первых, скажем, грамотные люди, я себя тоже таким отношу, они знают, что да не важно, что вы про меня напишите, главное, чтобы вы про меня что-нибудь написали. Чтобы вы услышали попов, попов, попов. И тогда, может, меня выберут, как-нибудь, я тогда буду котироваться в кандидаты, потому что там никто не запомнит, вы его плохо про него писали или хорошо. Это в свое время Ельцину объяснили, говорит, Борис Николаевич, дорогой, да пусть они против вас пишут. Или заправо вас пишут. Важно, чтобы вот вокруг этого, не вокруг народа этот был разговор, как народа живется, а вокруг вас. И тогда вас выберут. Это все знают политтехнологи. Поэтому, если вы про меня будете писать, что вот такой-такой сегодня у нас все отрицательный, такой преподаватель плохой, все время требует, никто говорит, и так далее, и так далее. Все заинтересуются, думают, а что это за преподаватель? На что смотреть? Поэтому, это вот люди, не знающие диалектики, думают, что отрицание, оно имеет только отрицательный смысл. Да нет, но всякое отрицание имеет и положительный смысл. Обязательно. Вот если я сейчас вас начну ругать, все другие скажут, как же так, он на нее внимание обратил, он нас вообще в упор не видит. Он только ей занимается. Потому что, если он ее ругает, хочет, чтобы она развилась, так сказать, он же не вообще ругает, а хочет, чтобы, так сказать, вы там больше, больше, больше знали, вот, а на нас вообще не обращать внимания. Это неправильно же. Нехорошо? Вот. Что написано у Ленина? По этому году контроль без власти ничто. Ничто. То есть, если есть власть, ну вот, скажем, мне предоставлена власть, вот я вам должен буду стать зачет или не зачет. Больше власти мне не дали никакой. То есть, мне не дали не измываться над вами, никак не могу. Хоть я там узурпатор такой-сякой, я могу поставить или зачет, или не зачет. В этом отношении безграничная власть, в том смысле, что, ну вы же прекрасно понимаете, что если кто-то будет недоволен, как говорят, а есть комиссии, комиссия это только головная боль для всех. почему? Как вы думаете, я в комиссию найду, наверное, таких коллег, которые скажут, Михаил Васильевич, что у вас за либерализм такой? Почему вы таких вообще терпите? Студентов не написали, чтобы их вообще отчислили? И так далее. То есть это все эти надежды на этих комиссий какие-то, это все так обставляется, все красиво. Ну как всякая государственная власть, это диктатура господствующего класса. Ну если господствующий класс захотел и потребовал, чтобы вы знали Маркс и Энгельс немецкой идеологии, вы не доположили. Так? Вот и все. И, так сказать, вот эта воля, она осуществляется. У нас наивности тут быть не должно. Так. Ну вот этот всеобщий контроль. До него очень долго. И такого всеобщего контроля так и не было. Контроль очень сильно ослаб в 36-м году. До 36-го года и выборы проходили через трудовые коллективы. Это значит, вот избрали депутата, он себя проявил пассивно. Его отозвали. Что для этого нужно сделать? Собрать конференцию и вернуть назад. А потом с 36-го года встали прямо напрямую выбирать Верховный Совет. Оттуда вы никого не заберете. Никак. Снизу нет такой дороги, чтобы забрать оттуда и спустить вниз того, кто залез столь высоко. Поэтому вот пока была двуступенчатая система выборов, городские и областные советы по коллективам и съезд советов, который уже назначал там правительство, Центральный исполнительный комитет, все что угодно, можно было отозвать с любого уровня человека. С 36-го года ни с какого, никто и никого не отзывали. И сейчас никого нельзя отозвать. Вот вы можете кого-нибудь отозвать из депутата? Ни вы не можете, ни я не могу. Потом у него есть право законодательной инициативы. У вас есть право законодательной инициативы? Нету. И у меня нету. Так что мы с вами, коллеги. Но я знаю, к кому пойти, чтобы он выдвинул. Я ему подготовлю, а он выдвинет. Вот я так продвигал проект Трудового кодекса. в принципе, есть люди, которые могут, будучи депутатами, ну ищите таких депутатов, которые вас полюбят. Такая вот задача. Поэтому и тут мы тоже не должны на этот контроль понимать вот так. Сейчас вот все будут контролировать. Чтобы контролировать, надо, чтобы было соответствующее средство контроля. А для средства контроля нужна власть. А если власть советская, то советы могут контролировать. И те, кто не будут контролировать, их отозвать можно. А если их отозвать нельзя, это уже не советская власть. Но этого понимания вот советской власти вот такого нету до сих пор. У большинства, я бы сказал. Нету. Ну и заключая, вот обращу ваше внимание на то, что мы потом снова делаем выводы насчет гражданского общества. что вот в чем заключается это понимание истории. Что именно нас, исходя именно из материального производства, непосредственной жизни, надо рассмотреть действительный процесс производства и понять, связанный с данным способом производства и порожденный им форму общения. И дальше, и все другие явления, относящиеся к сфере сознания. Ну, значит, я что хочу сказать в заключение одно, что я жду от вас заявления и предложения о том, что вы что-то подготовили и хотите выставить по этому материалу впереди, находящемуся. Я бы это очень приветствовал, поэтому я вот в следующий раз вас сразу спрошу, а в следующий раз будет у нас через день. Мы с вами встречаемся очень часто, поэтому, если через день кто-то хочет вот, или, так сказать, встать и сказать, или сесть на мое место и сказать, я бы с удовольствием здесь посидел и внимательно бы послушал, так сказать, как вы это понимаете, как вы, что вы об этом думаете и насколько это интересно и актуально для современного момента, для той ситуации, которая у нас сложилась, тогда этот наш курс с вами имеет для нас смысл, да, потому что у нас задача, как выяснилось сегодня еще раз, общая, это, так сказать, вы развиваете свое сознание. У нас идет производство сознания, как тут написано. Производство сознания идет, расширенное идет производство сознания студентов и превращение их из студентов в настоящих специалистов. В чем, так сказать, я могу только помогать как преподаватель, ну, в силу моих малых сил, чем могу. Тем более, на те вопросы, которые вы задаете, я отвечаю, готовьте еще и вопросы. Самые, а если будут ядовитые вопросы, это еще будет интереснее. Потому что у нас, вот, я думаю, в научной среде не должно быть принято делать комплименты, а наоборот нужно. Так, это подковырнуть и посмотреть, о чем-то скажет. Так что, вот, я очень вас тоже прошу так настроиться критически, скептически, критически, спектически, а не просто, вот, так сказать, я сказал, прямо так, это вот, зависит. Но такого не должно быть вообще. Все подвергай сомнению. Но не останавливайся на сомнения, добивайся знания. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.